Всем привет, с вами Димир, это канал Избро, сегодня мы в Pet Simulator 99 будем грабить банк. Я расскажу три способа, с помощью которых вы можете ограбить банк и получить новых ющ питомца. FunPay это торговая площадка, на которой вы можете купить не только робоксы или предметы в робоксе, но и в любой другой онлайн игре. Сервис работает с 2015 года и отлично себя зарекомендовал среди игроков. Оценка сайта 4.9 при 20 тысячах отзывов, это первый и самый крупный маркетплейс для геймеров в СНГ. На сайте вы найдете товары для сотен онлайн игр, а торгуют ими тысячи обычных игроков, и за высокой конкуренции между ними на FunPay очень низкие цены. Все сделки проходят несколько этапов, оплата, выполнение заказа и подтверждение. Продавец получает деньги только после того, как выполнит заказ, поэтому покупать на FunPay дешево и безопасно. Ссылку на сайт вы найдете в описании к этому ролику. Ну а притинг продолжит, ребята, огромное спасибо за вашу поддержку вчерашнему второго ролика. Вы там сумели набрать тысячу лайков, поэтому после записи ролика я отправляю рандомно три хьюч-питомца вам на почту. Ребята, огромное всем спасибо. Ну и надеюсь под этим роликом тоже тысячу лайков за сегодня увидеть. Если это случается, то отправляю на почту. А так, я слоников вам должен был отправить. Так, отправлю, наверное, давайте зебр. Отправлю три хьюч-зебры. Просто тысячу лайков под этим роликом оставьте. И плюс напишите интересный классный комментарий с вашим логином от Роблокс. А также, ребята, обязательно подписывайтесь на мой телеграм по этому QR-коду. Там есть интересненькая информация. Так вот, ребята, сегодня мы с вами заберем подарки. Расскажу, как можно с вами ограбить сейф и получить новых хьюч-питомца. Но для начала небольшие изменения, которые произошли в игре. Ну, во-первых, про две тысячи слитков я говорил в ролике, там, когда снимал обновление. Но я сказал, что новое яйцо открывать 24 на 7 нельзя. А теперь, ребята, получается, можно. А потому что разработчики изменили стоимость этого яйца. Изначально после обновления оно стоило 30, по-моему, тысяч. А теперь стоит 7к. И поэтому есть возможность 24 на 7 его открывать. Ну, по крайней мере, с моих аккаунтов я это делаю. И это отличная новость. И, соответственно, я выбил несколько классных питомцев. Котика выбил. И плюс мне удалось вот прямо сейчас скринчик скрафтить. Шайни радужную версию вот этой собачки полицейской. С очень неплохими статами. И этого питомца, к слову, я продал за 100 миллионов гемов. Вот. Оно, собственно, неплохо. А теперь давайте в Void.Mir вернемся. Я заберу подарки, которые вы мне отправили. Спасибо, ребята, всем огромное. А по-прежнему на аккаунт, который вот сейчас перед вами, вы свои подарочки можете отправить. Ребята, я случайно один подарок вот этот заспойлерил. Я тут когда отправлял предметики, случайно нажал на кнопочку, я уже увидел этот предмет. Superior Chess Mimix. Спасибо тебе огромное, подписчики, которые отправляют и хьюч питомцев, и кучу разных книжек, и ховерборда, много всего. Братишка, спасибо тебе огромное. И это как раз будет импульс к тому, чтобы затестировать сразу несколько книжек на одном аккаунте и понять, вообще имбовые они или нет. Стоимость 400 миллионов. И просто так тратить-то 2600 робоксов или 400 лямов как-то особо не хочется. Так, все, забираю подарки. Спасибо, ребята. И хайп яйца, и плюс гемасики вы закидывали, и питомчиков, и плюс эксклюзивочки новые. Спасибо, спасибо огромное. А орбы, орбы, которые сейчас наверняка никому не нужны, еще плюс эксклюзивные питомцы. Ребят, пока что новых хьюч питомцев у меня нет. Поэтому, ребята, было бы прикольно сегодня его выбить, получить, и если не получится, то в среднюю плазу зайдем и с вами обязательно его купим. О, еще и шайник ховерборд. Опять от него же, нифига себе, 414 миллионов стоит этот ховерборд. Офигеть, спасибо огромное. Ничего себе, сейчас, ребята, мы с вами его затестируем. Так, еще гемасики, и еще питомцы. Ребята, всем огромное спасибо, забрал подарочки. Я пока что с этим ховербордом передвигался, но давайте вот этот новый шайник заюзаем. У меня есть шайник сосиска, и плюс теперь шайник спорткар. Они, слушайте, они внешне-то ничем не отличаются, что вот эта версия, что вот это. Ну, фиг знает, какое-то свечение, и все. Ну и погнали, ребята, к теме сегодняшнего ролика. Отправляемся в 204 локацию, и там каждые 2 часа у нас появляется доступ, и вот к этому сейфу. Здесь есть 3 квестика, точнее 3 разные части, с помощью которых вы разблокируете сейф. Есть возможность пофармить крутые предметы, и есть шанс на вот этого красивого полицейского кота. И сегодня, ребята, я расскажу, как вы можете туда попасть. Итак, заходим сюда. У нас начинается обратный отчет на 10 минут. Здесь у нас есть 3 пути. Здесь инсейнный лут, и, кстати, они всегда меняются. Видите надпись? Инсейнный лут, то есть самый крутой лут именно вот здесь. А потом в следующий раз он может быть вот здесь, или вот здесь. Поэтому, ребята, разные варианты нужно делать. Но давайте я сначала расскажу вот это, которое я в прошлом ролике не показал. Здесь хороший лут, вот. Здесь есть хьюч питомца, различные предметики и прочие интересные и не очень интересные темы. Давайте разблокируем. Подходим сюда. Здесь код не нужен. Просто много раз нажимаем на кнопочку E, и, соответственно, у нас этот сейф разблокируется. Плюс надо будет выполнить несколько квестиков небольших. Видите, надо быстро-быстро-быстро-быстро кликать. Итак, двери сейфа открылись. Сразу идем вот сюда. Нажимаем красную кнопочку здесь. А первая дверца разблокировалась. Дальше сразу бежим с этой стороны, а красную кнопочку жмем здесь. А дальше, ребята, нам нужно подождать, пока вот эти стражники отвернутся. Как только они отвернулись, можно вот эту линию пересекать. Смотрите, ждем, они поворачиваются. И, собственно, быстренько бежим, 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 перепрыгиваем. И успели. Ура! Ну и, соответственно, ребята, мы получаем доступ в эту локацию. И здесь отправляем питомцев для фарма. Ну, давайте отправлю... Давайте я даже не буду, наверное, отправлять. Ну, в принципе, ребята, вот так вот отправили. Питомцы сами начинают фармиться. Но, ребята, заранее лучше всего подготовить свою команду книжек для того, чтобы они тут фармились быстрее. Я этого, к сожалению, не сделал. Вот эти всякие книжечки. Магнит не нужен. А чест-мимики вот эти не нужны. Просто Трезер Хантер поставили. А плюс какой-нибудь Стронг Пэтс поставили. Какой-нибудь Критикал Урон для того, чтобы просто быстрее ваши питомцы выносили все эти предметы. Ну и, соответственно, вы будете получать крутой лут. И есть шанс, опять же, еще раз скажу, нахьющ питомцев. Вот. Я не знаю, какой именно шанс, но он в любом случае есть. Так, давайте отправимся в начало. Следующий путь это Гуд Лут. То есть, хороший лут. В прошлом ролике я показывал, как здесь проходить. В принципе, сложности никаких нет. А проходите вот здесь путь. Лабиринтик такой. Давайте я как-нибудь по-быстрому попробую пройти. Ну-ка, успею, успею. Да, ребята, успел. А просто смотрим компы по разным цветам. Вам нужно определить. Желтый, циферка 2. Соответственно, первый это зеленый. Нажимаем сначала зеленую кнопочку. Не нажалось, наверное. Зеленую, потом желтую. Выясняем на третьих, что у нас. Так, это четвертый. Получается, красный у нас третий. Нажимаем на красную кнопочку. И потом на синюю. И, соответственно, то же самое. Мы разблокировали с вами комнату. Отправляем питомцев. Фармимся. Здесь у нас хороший лут. Но самое крутое, это где надпись Insane Loot. То есть, там падают самые крутые предметы. И наверняка больший шанс на падение хищепитомцев. Не факт, что это так. Но возможно. Давайте начало отправиться, ребята. Insane Loot. В прошлом ролике я не показывал, что это такое. Здесь нужно найти 4 числа. И вон там, в правом углу, у нас есть кодовый замок. А где-то-то кодик нужно ввести. Первая цифра находится вот здесь. 8. Запомнили. Дальше бежим, бежим сюда. Аккуратненько, потихонечку. У нас вот здесь есть число. Так, первая восьмерка. Дальше еще одна восьмерка. Дальше бежим сюда. С левой стороны будет число. 2, 8, 8. И вот здесь у нас еще одно число. Так, нормально будет? Это 9, 2, 8, 8. Собственно, идем к панели и вводим эти циферки. Нажимаем 2, 8, 8, 9 что ли? А какие цифры-то? Да, все правильно. А ну и, собственно, ребята, дальше нам нужно пройти вот эту дорогу. Это небольшое испытание. Нельзя попасться под эти машины. Поэтому подождем, пока они тут проедут. И перебегаем аккуратненько дорогу. Ай, блин, нас сшибли. Надо начинать все с самого начала. Капец, перед записей ролика я это сделал без проблем. А сейчас вот видите, такой эпик фэйл. Благо цифры не надо с данного вводить. Поэтому так, ладно, подождем лучше. А когда машины проедут, так, проехали. И ура, удалось это сделать. Ну и, соответственно, вот теперь питомцев можно сюда отправить. И у меня остается практически 5 минут на фарм. Возможно, что-то крутое пойдется. И, возможно, даже хьюч питомец. Давайте, пока мои питомцы фармятся, я выберу какой-нибудь другой набор книжечек. Ну и плюс вот эту книжечку, которая, кстати, очень сильно подорожала. Раза в 10, наверное. Ну и можно поставить, наверное... А что питомцы были... О, шай незаряженный. Еще даже место остается подо что-то. Даже не знаю, ребята, что еще поставить. Давайте на рандоме вот эту поставлю, новую книжечку. А посмотрим, насколько она прикольная. Вообще, ребята, 4 минуты фармлюсь. Надеюсь, выбить хьюч питомца. А пока это делаю, я как раз прочитаю комментарии из прошлого ролика. 562 комментарии вы оставили под видосом. Офигеть, ребята. Всем огромнейшее спасибо. Интересно, в какие игры ты играешь за кадром? Ни в какие особо-то и не играю. Если выигрываю Хуга, дам другу. Так я не смог дойти еще до 70 локаций. Но обязательно дойдешь. Открывает подарки. Спасибо за инфу. Очень класс. Так, я думал, выбьешь. И оказался прав, надеюсь, попаду в розыгрыш. Ну вот, видос-то точно попал. А кайф опять видео. Всем приятного просмотра и аппетита. Так, как всегда, видос свежее хлеба. Кто помнит подписчик, как он выбил радужного Хуга? Никто не помнит. Так, опять видео. Так, надеюсь, получу Хуга. Так, надеюсь. После записи, ребята, рандомом буду выбирать. А так, тебе очень повезло золотым. Надеюсь, скоро и Титаник получишь. Буду так крестить пальчики. Спасибо. Я, кстати, того питомца продал. Так, участвуй. Я захвачу комы. Брат, советую продолжать покупать Титаников. Ты лучший. Очень хочу получить от тебя что-нибудь. Лайк, подписка поставлена. Спасибо. Спасибо, ребята, огромное. А так, видели Ведимира на 6.06 от начала ролика? Чего не заметил? Что я там не заметил? Очень хочу Хуга. Никогда не было. Смотрю тебя очень давно. Рад, что ты до сих пор снимаешь. Хоть и актив упал. Но, ребята, стараюсь. Ну, вот эти ваши лайки, конечно, мне придают прямо реально мотивацию. Поиграй в новую игру Bubblegum, Bubblegum Legends. По-моему, я в нее играл, даже снимал. Такое лютое, что тратить 100... Ну, ребята, 100 это немного. Я хотел больше потратить. Но вы, к сожалению, там маловато лайкосиков в последних роликах ставили. Спасибо, ребята, всем за комментарии. Оставляйте классные, интересные комментарии под этим роликом. И в следующем видосе я их тоже прочитаю. А у меня, тем временем, остается примерно 2 минуты. Ну, и на самом деле, не так много предметов здесь в этой локации падает. Скорее всего, только ради Хуга сюда можно отправляться. А помните, у нас есть мини-игра от Трезера Hideout, по-моему, она называется. Где за ключики вы разблокируете там на 15, по-моему, или на 30 минут комнату. Вот здесь примерно то же самое. А тогда я выбивал несколько хьюч питомцев. А сейчас, к сожалению, не повезло. Время вышло, и нас выкидывает с вами из этой комнаты. И через 2 часа вы можете вернуться сюда обратно. Ну, в целом, потратить 10 минут своего времени и получить шанс на этого хьюч питомца, это очень даже неплохо. Так, Полис. Да, вот Полис Кэт. Две с лишним тысячи, 174 миллиона по Рапу. Ну, давайте попробуем, ребята. Если я примерно по такому прайсу он будет продаваться, я с удовольствием его куплю и посмотрю. И, скорее всего, сохраню даже себе для коллег. А может быть и не сохраню, возьму и продам. Так, 185 миллионов. Давайте, ребята, я попробую найти по нормальному прайсу. Купим питомца, посмотрим. Потом, может быть, его даже перепродам и куплю, когда он будет чуть-чуть подешевле. 172 миллиона. Ну, давайте купим ниже Рапа. Пофигу. А перепродам и, возможно, даже потом заработаю что-нибудь. Ну, и давайте смотреть, как этот питомец выглядит. Так, Полис. Да-да-эща. Вот такой, блин, ребята, красивый хьющий питомец, которого можно получить, ограбив банк. Выбирайте нужный вариант, в какую сторону отправляетесь. Но, самое главное, лучше всего, где написано Insane Loot. Там, действительно, шансы на хьющий питомец и другие предметы чуть-чуть выше. Ну, ребята, вот такой видосик у меня получился. Надеюсь, он вам понравился. Пишите в комментариях, что вы хотели бы еще увидеть по Pet Simulator 99. А, может быть, какие-то интересные эксперименты хотели бы видеть в следующих роликах. Ребята, обязательно подписывайтесь, ставьте лайкосики, тысяча лайков под этим роликом. И, соответственно, ребята, розыгрыш на трех хьющий питомцев. Трех зебр, я обещал, в начале ролика. Поэтому, ребята, лайк, подписывайся, колокольчик. Интересный, классный комментарий под роликом с вашим логином от Roblox. А также, ребята, обязательно подписывайтесь на мой Telegram. Всем удачи, хорошего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok